Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и сегодня мы продолжаем и заканчиваем карьеру за Мадридский Реал. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад за всех там увидеть. Ну что же, давайте пробежимся по матчам, которые нам сегодня предстоит сыграть. Во-первых, это ответка против Баварии на выезде. Дома мы их вынесли 3-0, поэтому задел очень хороший перед финалом. Дальше игра на выезде против Атлетика, тоже серьезный соперник, причем сразу же. Ну и вот эта вот неделя, Леванте и Кадис, легкие, я думаю, соперники, поэтому вторым даже составом там выйду. Поэтому вот главное настроиться правильно, потому что могут и шальную забить. Ну и также Реал-Бетис. То есть сейчас у нас 5 матчей, но если проходим Баварию, а там если не должно быть, мы уже точно должны проходить Баварию, вот, то еще и будет финал Лиги Чемпионов. Я не знаю, кстати, где кубок Испании, вот. Испаньол, это уже финал мы, что ли, сыграли? Вот, надо будет посмотреть. Ну а так у нас получается все и везде понятно. Играем мы, скорее всего, против Ливерпуля. А, ну не скорее всего, а точно у них уже все решилось, поэтому мы повторим финал Лиги Чемпионов этого сезона. Ну и также еще 4 у нас игры в чемпионате, то есть за 4 игры можно получить 12 очков. А 12 очков это 87 потенциальных очков может получить Атлетика, и при том, что мы еще играем с ними. Поэтому нам надо, как минимум, обыграть Атлетика в очной игре, и мы станем чемпионами. Поэтому тут еще пока что ничего не ясно. Ну и так, суперкубок мы выиграли, и вот кубок. Да, против Испаньола мы как раз и сыграли. Ну что же, отправляемся мы на матч Бавария против Реала. Играем, естественно, первым составом, даже несмотря на то, что выиграли первый полуфинал. Но тут я сразу вижу перестановку, которую можно сделать. Давид Алаба уходит у нас во второй состав, только сейчас я заметил. А вот Милитао попадает у нас в первый. Итак, и состав Баварии, кто не помнит. У них Сабицер играет левого защитника, Зюля правого защитника. Ну а дальше все. Мне кажется, только вот эти вот две позиции меня смущают, а больше нет. Потому что остальные более-менее на своих позициях. Поехали. Ну что же, полуфинала Лиги Чемпионов. Мы в Мюнхене. Бавария против Реала. Поехали. Так, Бензема. Там было, кстати, нарушение. Кросс. На Эдена Азара. И это 4-0. 4-0. И Реал открывает счет в Мюнхене. Финальный свисток. Ни одного мяча Бавария не забила. Вот в полуфинале Лиги Чемпионов. А все решил. Единственный гол Эдена Азара в этом матче. Именно по этой игре. Один удар у нас был такой хороший. И все. По XG. Если так же еще посмотреть. Мы даже на три мяча наиграли. Бавария на целый гол не наиграла. Всего лишь два удара было. Итак. Сразу же у нас после игры с Баварией идет игра против Атлетика. Мадрид. Эта команда идет на втором месте. И как мы уже с вами математически посчитали. У обеих команд. У Реала и у Атлетика осталось по 4 игры. За эти 4 игры. Возможно получить 12 очков. Из 12. Если Реал проиграет эти 4 игры. А Атлетика выиграет. То у них будет 87 очков. Поэтому если даже мы сейчас обыгрываем Атлетика. То возможно в этом матче мы станем чемпионами. Ну что же. Состав. У нас более-менее отдохнул. Даже после игры с Баварией выходит абсолютно такой же. Состав Атлетика на ваших экранах. По игрокам. Ну вот Караско играет в центре. А Мирина слева. И Лоренто играет правого полузащитника. Меня только вот это вот смущает. Ну да ладно. Поехали. Ну что же. Сегодня мы можем стать чемпионами Испании. Но если я все правильно действительно почитал. Наши болельщики мне кажется в любом случае пришли поддержать нас на гостевую трибуну. Тем более ехать-то тут не в другой же город. Все-таки только на чужой стадион. Поэтому истинные болельщики. Может быть кто-то тут и золотой сезон пробивает за Мадридский Реал. Поэтому мы будем сегодня биться за болельщиков и за наш чемпионский трофей. Вот эта вот победа над Баварией стала 50-й. И вот опасный момент. Суареса это 1-0. Вот так вот разрезали оборону. Они вот так вот в стеночку отыграли с Гризманом. И просто на расстрел. Получается вывели. И Суареса забивает 22-й гол. В 34-х матчах в его-то возрасте. В Ла Лиге. Тут Вальверде. Отличный пас на Карима Бензему. И это 1-1. 30-я минута. Недолго музыка играла. И вот капитан Реала Карима Бензема сравнивает счет в мадридском дерби. Покойный пас на Карима Бензему. Тот на Тони Кросса. А Кросс, ну как шикарно. Хоть не на скорости сильный такой своей. Но проходит удар и это гол. Тони Кросс выводит вперед. Мадридский Реал на 67-й минуте. Возможно это будет золотой гол. Просто со своей скоростью 48. Тони Кросс убежал в эту контратаку и забил. Вот так вот пока что волевая. И с мячом Атлетика. И сейчас даже Кандогби отдает хорошую передачу. Опасный момент. Суарес сравнивает счет. На последней 91-й минуте Суарес вырывает одно очко в матче с мадридским Реалом. Но здесь просто все шикарно у них было. И не даст даже арбитр продолжить игру. Да, сразу же финальный свисток. Ничья. 2-2. Ну вот теперь кстати под вопросом. По количеству очков надо в любом случае посмотреть. Раз мы разошлись с миром. То я не знаю успеет ли Атлетика Мадри теперь набрать вот эти 9 очков. Из их 9 возможных. Если мы потеряем 9. То станут ли они чемпионами. Сейчас мы это с вами и узнаем. Итак, 9 очков. Да, если набирает Атлетика, то они сравниваются с нами. И будет у них 85. Но я не знаю мы стали уже чемпионами или нет. Вроде еще ничего не пишут. Ну как я понимаю мы еще не стали конечно чемпионами. Поэтому надо обыграть просто Леванты. Ну что же, первая строчка играет против 11. Сыграем мы вторым составом. Составы на ваших экранах. Начинаем. Ну что же, Сантьяго Бернабео именно для этого скорее всего. Реал сыграл в ничью с Атлетика. Чтобы все решить на домашнем стадионе с Леванты. Почему бы и нет. Второй состав выходит у Реала на этот матч. Поехали. Так, мы тут помешали. Для розыгрыша Венисиус забивает. А получилось вот так вот разыграть этот штрафной. Не так конечно как хотелось. Но вот Венисиус выводит вперед в мадридский Реал. В очень важном матче. Который может стать чемпионским. Там Лука Модрич помешал Бейлу пробить. Но получилось вот так. В аренду скорее всего. Мне кажется отдали. Ну вряд ли бы продал. У ругайского полузащитника Ювентус. Опасный какой момент. И Радоя забивает. Интрига жива. Последние 15 минут после забитого мяча. Реал просто никак себя не показывал в атаке. За это и поплатились. Финальный сесток. Реал играет в ничью с Леванты. Теряет очки. Но. Я так понимаю по радости. Болельщикам становится чемпионом. Из-за того что нам просто надо было не проиграть. Атлетика уже нас точно не догонит. Мы высчитывали же с вами что. Надо было нам все 4 игры проиграть. И тогда. Только в этом случае. Атлетика при 4 победах сможет нас обогнать. Сыграли в ничью с Атлетика. Теперь они могли с нами только сравняться. Ну а теперь. Мы не проиграли Леванты. Хотя радости в этом мало конечно. Должны были выигрывать. Но. Получилось что получилось. И вот Марселло. Проводит свой последний сезон в футболке Мадридского Реала. Поднимет трофей чемпионата Испании. Поэтому выиграли мы в Испании с вами все. И кубок. И суперкубок. И чемпионат. Осталась Лига Чемпионов. И так радуются абсолютно все. Потому что мы отложили так сказать. Эту церемонию награждения. На домашнюю игру. Поэтому сыграли в ничью с Атлетика. Можно такие отговорки придумать. Но. В любом случае. Очень уверенно мы шли поначалу. Особенно когда играли на мировом классе. Потом перешли на легенду. И стали вот терять очки. Но вот этот задел. Когда мы играли на мировом. Уровни нам хватит. Ну что же. Осталось у нас последние три игры в нашей карьере. И ровно они будут каждые через неделю. По субботам. Как я понимаю. И так. Посмотрим на готовность. Ну вот второй состав у меня не сильно готов играть против Кадиза. А вот первым-то как раз мы и выйдем. Составы на наших кранах. Поехали. Ну что же. Выездная игра для мадридского Реала. Который уже стал чемпионом Испании. Мы играем против Кадиза. Поехали. Вальверде. Ну и пробить же можно конечно. 86 минута. В самой концовке уже встречи. Забивают все-таки. Мадридский Реал. В напряженной выездной встрече. Минимальная выездная победа. Над Кадизом. Конечно не тот результат который я планировал. Но все-таки. Сильно напрягаться тоже. Нам не пришлось. Хотя надо было забить. Наверное лучше пораньше. И уже просто играть в свою игру. А не пытаться. Просто уже не потерять очки. Хоть какие-то. И вот. Получилось что получилось. Так. Прокачался у нас Лукаевич. Теперь он 84 рейтинга. Ну что же. Последний у нас матч в чемпионате Испании. И так сказать. Генеральная репетиция перед финалом Лиги Чемпионов. Ну. Снова я отыграю первым составом. Чтобы точно уже наиграть все связи которые мне надо. Понять как нам стоит играть против Ливерпуля. Ливерпуля. Ну а пока что игра с Бетисом. Поехали. И так. Сантьяго Бернабео. Последний матч сезона на этом стадионе. Потому что последний матч для Реала. Будет на нейтральном. И это будет финал Лиги Чемпионов. Многие болельщики Реала я надеюсь поедут. Поддержат команду. Потому что долгожданное возвращение на европейский уровень ждали все болельщики Сливочных. Справляется. Вальверде. На Тони Кросса. Тот снова пасует на Эдена Азара. 45 минута матча уже пошла. Передача. И забивает Асенсио. Почему-то долго он на удар не нажимал. Я уже раза три успел на кнопку нажать. А он не бил. Хотел в касание. Чтобы но в итоге получилось как получилось. Главное что вышли вперед. И вот. Белерин. Не уследил. За Эдена Азаром. Тот убежал. И гол. Забил Асенсио. С голевой передачей от Эдена Азара. Справляется. Первый на мяче. Отличный прейтинг показывает Реал. А вот и Карим Бензема. А вот и Карим Бензема. Ну просто развел здесь. Голкипера. Бежал в другой угол. Пробил тоже в другой. Просто в смятении. Застал он сейчас вратаря. Ну и отлично. Во-первых. Здесь на быстром пасе. Сыграли игроки Реала. Чуть сразу потеря убедится. Быстрый пас вперед. Нашли Карима Бензему. И тот забивает. Здесь уже не справится. Здесь было. А встать ли у Эдена Азара. Вроде как нет. Арбитр молчит. Казимиро. Через Асенсио. А тот на Тони Кросса. Но это разгром. 3-0. 75-я минута матча. И все. Финальный свисток. Последний матч. В чемпионате Испании. Реал провел замечательно. Разгромил Бетис у себя дома. И теперь будет готовиться к финалу Лиги Чемпионов. Ну что же. Вот и 28 мая. День Икс. Которому мы шли. Ради которого мы и начинали в принципе карьеру за Мадридский Реал. И вот так вот совпало. Что и в реальной жизни. Что и у нас в этом данном сейве. Реал будет играть против Ливерпуля. Против Ливерпуля. Я уже встречался в другом сейве. За ПСЖ. Тогда мы обыграли финаль Лиги Чемпионов. Ливер. Поэтому. Почему бы сейчас это не повторить за Мадридский Реал. Играть будем естественно первым составом. Я бы хотел только посмотреть кто у меня на скамейке запасных есть. Вот например точно Марвина здесь не будет. Который был здесь пока Бейл травмирован. И наверное Марсела я бы вообще не брал. Ял бы Иска. Который кстати совсем недавно перешел в Севилью. В реальной жизни. Вот состав Ливерпуля. Канализ только появился. Больше никого. Поэтому. Сандерсон Парк. Не лицензионный конечно стадион. Но ничего с этим мы не поделаем. Реал Мадрид против Ливерпуля. Поехали. Ну что же. Финал Лиги Чемпионов. Разминается Карим Бензема. Если я не ошибаюсь. То это второй бомбардир в Лиге Чемпионов. После уже Марко Асенсио. Вот и Тьяго. Многим естественно знаком. Еще и сейчас будет играть против испанской команды. Посмотрим. Здесь нам еще и перформанс. Роберто Карлоса. Болельщики Реала. Приготовили. Реал против Ливерпуля. Финал Лиги Чемпионов. Был уже этот финал. В сезоне 17-18. Который проходил, если не ошибаюсь, в Киеве. Тогда победу одержал Реал со счетом 3-1. Через год уже потом. Ливерпуль все-таки выиграл Лигу Чемпионов. Финаля обыграв 2-0 Тоттенхэм. Но прервал вот эту гегемонию как раз Реала. Которые 3 года подряд ее выигрывали. Ну а потом там уже и Реал после ухода. Крещано Роналдо вылетел от Аякса. Хороший заброс на Азара. Никакого офсайда там не было. Зато была передача и забивает Тони Кросс. Здесь просто все шикарно. Уже на 12-й минуте Азар и Тони Кросс разыграли. Отличную комбинацию. Защитники Ливерпуля думали, что там был офсайд. Никакого офсайда не было. Все аккуратненько мы здесь выждали. И шикарный гол. В шикарном стиле забивает мадридский Реал. Минди выигрывает вверх. У Мухаммеда Салаха. Тони Кросс. И какой голешник забивает Тони Кросс. Дубль немца. Это в финале Лиги Чемпионов. Ну просто что за чудо гол сейчас. Тони Кросс ну просто герой этого финала. Вне зависимости от того, что еще играть очень много. Ну вы просто посмотрите. Никто не держит его и решил пробить спад Круткину в самую девятку. Мяч полетел. А где были все? Да тут и в принципе-то предсказать было сложно, что будет с такой позиции бить Тони Кросс. Но прессинга не было. Игроки значит позволили это сделать. Поэтому счет 2-0. Дубль Тони Кросса. Мяч на угловой перенаправляет. А вот Делихт. Ой-ой-ой. Какой гол еще и Делихт. Сейчас забивает. Ну что за чудо. Делихта наверное Крещену Роналду в Ювентусе научил. Таким пируэтом. Ну вы просто посмотрите. Делихт забивал у нас по сезону с углового головой. Ну чтобы вот так вот через себя забил защитник. Ну просто чудо. Еще и Робертсон вроде мяч. Да. Ну а так запишут она Робертона сейчас скорее всего. От его же головы все-таки. Но в любом случае не было бы там Робертона. Все равно бы мяч залетел. В итоге да. Записали на автогол. Но что за чудо гол. Будем считать что это такой народный гол Делихта. Просто чудо голы сегодня. Что второй что третий у мадридского Реала. Так Каналес. Ой-ой-ой. И вот кстати. Новый игрок Ливерпуля. Поражает наши ворота. И Куртуа насухо уже точно этот финал не проведет. Жота выходит вместо Мане. Карреа вместо Роберто Фермино. И Карреа еще забивает. То есть два новых игрока в Ливерпуле. Каналес и Хуакин Карреа забивают ворота. Мадридского Реала. Мадридского Реала. И сейчас нокал Старсейта продолжается. Мы все помним Стамбульский финал. Когда 3-0 отыгрывалось. Но там после первого тайма было 3-0. А у нас было 3-1. К перерыву. А здесь ну комбэк то идет. Мы вели 3-0. Два мяча Ливерпуль уже отыграл. Минуту добавил до конца арбитр. Очень странно. Финал Лиги Чемпионов при минимальной победе. Так сказать. Одну минуту добавляет. Но в любом случае победа Мадридского Реала. Снова над Ливерпулем в финале. Так что очередной трэбл у нас. За Пассаже. За Интер. И за Мадридский Реал получается. Итак. Церемония награждения. Здесь тоже бы надо было наверное Марсела взять. Как и в реальной жизни. Он поднимал этот трофей. Но он у нас взял чемпионат Испании. Поднимал под завершение. Но здесь все-таки Тибо Куртуа. А нет. Карим Бензема. Он как-то так вот шел. Я думал Тибо Куртуа будет последний. В итоге Карим Бензема поднимает этот трофей. Заслуженный. Но немножко какие-то проблемы были у нас в обороне. Конечно в финале. 3-0 ведя. Счет в итоге 3-2. Поэтому. Где-то и Ливерпуль включился. Все силы свои бросил. И новички в этом сезоне отличились. Что Канализ. Что Кореа. Ну что же. Давайте будем теперь подводить итоги сезона. Все матчи везде уже сыграны. Итак. В чемпионате мы стали чемпионами. Атлетика мы опередили на 9 очков. Выиграли суперкубок Испании. Также вот обыграли Атлетика. В финале кубка Испании нам противостоял Испаньол. Мы его вынесли 4-0. Итак. Челси выиграли суперкубок Уэфа. Обыграв Вильяреал 1-0. Мы выиграли Ливерпуль. В финале Лиги чемпионов. Обыграв 3-2. Лигу Европы выиграл Айнтракт. Как и в реальной жизни. Правда в финале у них был Вильяреал. Вот. А в жизни я кстати не помню с кем играл Айнтракт. Если честно. Ну а Ливу Конференции выигрывает Тоттенхэм. В финале обыграв Рому. Это долгожданный трофей лондонцев. Ну что же. Лучшим бомбардиром стал Луис Суарес. Одного гола не хватило Бенземе. Кстати. Ну не обращал просто на это внимание. Я думал там все нормально. В итоге нет. Суарес. Суарес. Который дубль. Если не ошибаюсь. Нам забил. А в мадридском дерби. Вот. Этого практически ему вот и хватило. Лучшим ассистентом зато. Посмотрите. Четыре игрока из Реала. Йович, Модрич и Скай Вальверде. Но лучшим стал все-таки Йович. 18 голевых за 21 игру. Куртуа. Лучший вратарь. Один из сухих матчей из 19. Лучшим бомбардиром в Кубке Испании стал Вальверде. 7 голов в 5 матчах. Бензема. Лучший ассистент. 8 голевых в 4 играх. Лучшим вратарем стал Лопес из Эспаньола. Лучшим бомбардиром в Лиге Чемпионов стал Асенсио. 15 голов в 11 матчах. Бензема. Лучший ассистент. 10 голевых в 10 матчах. И тут, кстати, ну снова Вальверде, Азар, Кросс. 4 лучших наших ассистента. Ну и лучшим вратарем стал Буну из Севильи. 5 сухих игр из 12. Возможно, у нас Тиба Куртуа. Если бы отыграл две эти игры, то, скорее всего, сравнялся с Буну. Но у нас еще также Пикфор отыграл. И он, кстати, вот видно, что две игры отыграл насухо из трех. Ну что же, топ-3 по количеству игр. Вальверде 44, 41 у Асенсио и 40 у Луки Модрича. Лучшим бомбардиром в команде у нас в этом сезоне является Карим Бенземакс. Кстати, еще и к рейтингу минус 2. Ну и за возраст уже, скорее всего. Он получил 38 голов в 35 матчах. Асенсио 28 голов, Лукаевич 24. Ну и лучшим ассистентом является Лукаевич. Плюс 5 к рейтингу он дал за этот сезон. Поэтому все замечательно. Теперь продать можно. А Бензема 27, 23 Федерико Вальверде. Плюс 4, кстати, у него к рейтингу. И 21 игру насухо отыграл Асенсио. 19 Эда Назар и Кросс 18. Самый молодой игрок из играющих в нашем составе это Дест. Мы его подписали во второй половине сезона у Барселоны. 21 год. Ну а самый возрастной это Лука Модрич. Кстати, не так много он в 36 лет сбавил. Всего лишь один рейтинг. Если тот же Бензема шикарный сезон провел. И минус 2 к рейтингу. Хотя ему там 34. Итак, минимальный рейтинг в команде был у Марселла. Вот, минус 3 к рейтингу из-за возраста. Ну а самый максимальный у Тиба Куртуа. Плюс 2 к рейтингу за сезон он получил. Ну и топ-3 дорогих игроков Реала в этом сезоне. Вальверде. Плюс 4 к рейтингу 76% стоимости он поднял. Делист плюс 2 к рейтингу 18% поднял. 89 миллионов стал стоить. И Тиба Куртуа 2% поднял по стоимости. Теперь стоит 87,5 миллионов евро. Ну что же, друзья, на этом мы и закончим. Всем спасибо большое за то, что наблюдали за этой карьерой по ходу всего сезона FIFA 22. Обязательно подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, какую карьеру вы хотите видеть в FIFA 23. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok